настал этот день который я ждал очень очень долго подошла кнопка за 100 тысяч подписчиков серебряная кнопочка от youtube еще в мае я заполнил лист где указал адрес доставки для моей кнопки и только в октябре данная кнопка подошла в очень толстой коробке находится серебряная кнопка в очень солидной коробочке и сейчас я покажу вам эту кнопку защитный слой и дальше идет письмо от youtube на английском языке с автографом ну что кто знает английский сможет легко перевести здесь сказано что я достиг большой цели 100 тысяч подписчиков и проделал путь равный цифре шестизначной в милях сказано также что данный этап был достигнут лишь жестокой работой perseverance настойчивостью и возможно здоровым чувством юмора данная серебряная кнопка это как небольшая дань знак уважения мне также сказано что в миллион подписчиков покажется длинной дорогой для меня но я намного ближе чем мне кажется и поздравление конечно же очень и очень приятное письмо ну и дальше следует сама кнопочка серебряная 1 2 3 да 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 к этой кнопочки я если так подумать шел 7 лет даже начал этот путь тогда когда этих серебряных золотых кнопочек вообще не было семь лет назад когда открыл свой первый канал ну а хижину музыканта я открыл практически уже три года назад и данная кнопка только-только получена конгрутилищен спорта прайсинг ухана тазан с абскайбурс поздравляем за набор 100000 подписчиков тогда словно очень и очень приятный подарок на самом деле сейчас попробую вытащить весит немало смотрится просто великолепно вот это реально приятно повесить на стену и любоваться им вот это самый лучший подарок который я получал за последние годы это нереально большое достижение на мой взгляд это прям как награда на мус тв или тарелку получить ребята хочу выразить огромную благодарность вам за то что вы есть если бы вы каждый из вас не вступил наше большое сообщество хижина музыканта в нашу большую семью данной награды у меня не было это очень очень приятное ощущение когда получаешь такие вот подарки следующий цель это миллион подписчиков реально крутой и длинный путь но я хочу его насытить самыми полезными самыми крутыми интересными насыщенными роликами если вы хотите данный путь пройти вместе со мной хотите чтобы он был реально интересным оставайтесь вместе со мной ну а я хочу лишь сказать одно что достигнуть этого было нелегко но было интересно была поставлена цель в районе 80 тысяч подписчиков до этого я просто развивался в свободную поставил цель чтобы достигнуть 100 тысяч подписчиков и начал топить наконец-то я его достиг но ребята данная кнопка не приходит сразу после 100 тысяч подписчиков в районе 120 тысяч подписчиков только приходит письмо о том что мы достигли данные цифры и нужно заполнить данные адрес куда будет отправлен данный товар в коробочке и только к 140 тысячам подписчиков ты получаешь также уведомление о том что ты уже идентифицированный обладатель канала то есть получаешь официально галочку на канале и только вот сейчас к 170 тысячам подписчиков я получил данную серебряную кнопку то есть она очень очень долго шла напоследок хочу упомянуть лишь то что основная моя цель такова чтобы как можно больше людей начал заниматься музыкой играть на инструментах петь сочинять развиваться и заниматься творчеством потому что это очень увлекательно это интересно я на своем примере хочу показать что это доступно абсолютно потому что у меня есть видео где я самого нуля вообще начинал снимать свои ролики и заниматься музыкой то есть вы можете видеть прогресс в реальном времени прокрутить немножечко вниз посмотреть самые первые ролики и увидеть то что я был простым парнем который еще еле-еле как там аккорды связывал друг с другом ну а дальше лучше выше то есть у каждого есть возможность развиться до такого же уровня и исполнять свои любимые песни такова моя цель чем больше людей занимается музыкой тем интереснее жизнь тем она ярче тем она насыщеннее спасибо всем большое но все хорошо а Продолжение следует... Ребята, смотрите, как интересно получается. Две противоположности здесь. Здесь награда от Ютуба за 100 тысяч подписчиков. И рядом стоит повестка в армию. Да-да, ребята, я до этого времени все вам не говорил про это. На самом деле, после того, как мы прилетели с Таиланда, я сразу же пошел на медосмотр. Вот здесь даже есть данные, что нужно сдавать в Джалиле у себя. То есть я уже целый месяц торчу в поселке, где я родился. 10 числа мне сказали приехать в Казань, поэтому я приехал сюда 26-го. То есть они назначили дату очень далекую от 10-го числа. И сегодня я сейчас отправлюсь на обследование сердца. То есть мне остался один пункт пройти. То есть если сердце в норме, меня забирают в армию, друзья. И получается то, что здесь находится то, что является результатом моих трудов. И рядом же лежит бумажка, которая будет аннулировать все вот это. Почему? Да потому что если я целый год буду торчать в армии, мой блог распадется, подписчики отпишутся. То есть никакой активности не будет. Но у меня созрел кое-какой план. О нем я обязательно расскажу чуть позже. Ну а сейчас мы уже отправляемся на обследование сердца. Здесь МКДЦ в Казани. Посмотрим, как сердечко мое поживает. На самом деле там у меня все нормально. Просто много лет назад, когда мы первый раз обследовались, точнее проходили медосмотр на военкомате, я там пожаловался на сердце, дабы типа отмазаться. Ну, взрослые дядечки, пацанчики сказали, ребята, если не хотите в армию, жалуйтесь. То есть все как у всех. И сейчас отправляемся обследовать сердечко. Ребята, они издеваются, я не знаю, как человек 46 размер должен срезать в эти махилы. И так мы на месте. Ребята, поделиться мне нечем сейчас, потому что всего лишь ЭКГ прошел. И меня, прикиньте, направили на 3-е число и на 7-е. Я думал, за день все пройду. Но сегодня я только прошел ЭКГ. Я ответил на пару их злобных вопросов. Болит ли тут, есть ли одышка. Послушали меня наушниками докторскими, спереди, сзади, лежа, сидя. И, в общем, отправили на 3-е число. Я офигел. Я думал, за день пройду и обратно поеду домой. Короче, 3-го мне нужно пройти УЗИ. 7-го нужно 7-го велонагрузку испытать. То есть велик покрутить. Они посмотрят, как я выдерживаю нагрузку. Хотя они не знают, что я занимаюсь спортом, да? Вообще какая-то случайность. И они должны это все проходить. По сути, уже должен давно быть в армии. Короче, ребята, если даже захотите пойти в армию, вот не дадут вам, будут таскать туда-сюда, проходи это, проходи то, лучше сразу заявляйте, что вы полностью здоровы и съездите один раз. Или просто отмажетесь каким-нибудь образом, но не по болезни. Потому что это тоже может затянуться, могут вас туда-сюда таскать. Ну, сами смотрите. В общем, 3-го и 7-го у меня опять-таки нужно ехать в Казань. Сейчас я приехал сюда, в Джалиль обратно. По пути домой читал новую книгу для меня. Читаю автобиографию Стинга. Сломанная музыка называется. Книга. Великолепная книга про настоящего музыканта. Про настоящий сложный путь музыкантов. Советую всем музыкантам почитать и увидеть, насколько тяжел был путь Стинга. Вот сейчас я на себя примеряю тот путь, который прошел Стинг, и понимаю, насколько это тяжело. Потому что в моем случае я все это не испытал. Другие были сложности у меня, но не такие, как у Стинга. Ну, не повторяются истории. Как бы советую почитать. Особенно удивил тот момент, что он все-таки верил в то, что поднимется, разбогатеет, станет известным. Верил, несмотря ни на что, и работал, писал песни. Когда уже группа сложилась, они писали в неделю по одной песне. То есть Стинг и его друг Джордж. Они соревновались. Кто круче напишет, и чью песню группа воспримет лучше. Но все-таки, в конце концов, Стинг писал лучше и больше, кстати. В нашем случае скажете, Раиль, да ты пишешь одну, две, три песни в год. Как так можно? Когда нужно каждую неделю писать, делать попытки, выступать, прорываться, искать продюсера, а не сидеть и не снимать чисто на YouTube все это дело. Нужно что-то делать. Поэтому меня это немного пробудило, и я задумался над этим. И сейчас налегаю на свои старые тексты, дабы их дописать. Советую прочитать. Очень классная книга. Всем музыкантам обязательно для прочтения. Почувствуйте, что такое настоящая работа, как нужно прорываться, как и работать. А пока больше новостей нет, заканчиваю влог на этом. Третьего уже буду снимать, а брать такие еще один влог. Расскажу все, как там прошло. В больнице. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok